Депутаты ЗАГС Собрания Новосибирской области приняли решение обратиться к министру сельского хозяйства России. Парламентарии просят изменить норму федерального закона о погектарной господдержке. В новой редакции документа есть ограничения до 100 рабочих мест, из-за чего десятки крупных аграрных предприятий нашего региона лишатся дополнительного финансирования. На сегодня больше половины сельского хозяйства забыли. Вот это все до 100 человек. Я хочу напомнить, что федеральным законом ограничили 100 человек, и, соответственно, никто не получит никакую погектарку. У нас есть даже решение сессии Чины, Купина, некоторые другие районы, которые просят обратиться в министерство и поднять эту норму со 100 человек, ну, по крайней мере, до среднего бизнеса. Новосибирская область расположена в континентальном климате, в зоне рискованного земледелия. В таких условиях без государственной поддержки сложно эффективно развивать агропромышленное производство. При сложившейся ситуации, по данным Минсельхоза региона, десятки предприятий потеряют больше 200 миллионов рублей. Причем на долю этих хозяйств приходится больше 4000 гектаров посевной площади области. Порядка 100 предприятий. Поэтому вот это обращение, которое мы делаем на Минсельхоз России, это говорит о том, что все-таки этот момент надо учесть и, как бы, ну, определенное перераспределение сделать. Разные позиции, какими или коэффициентами, или учесть предприятия, которые работают в том числе и с животноводством, или повысить потолок численности работников сельхозпредприятия. Ну, здесь механизмы разные, но еще раз мы заостряем Минсельхоз Российской Федерации на вот этой проблеме.